Вопрос такой щепетильный для всех, особенно для жителей. И для того, чтобы действительно внятно объяснить, для этого необходима подготовка к вопросу. Но так как ситуацию мы владеем, сейчас вот коротко Ольга Геннадьевна доложит. На будущее, конечно, серьезные вопросы необходимо заранее вносить в поездку дня, для того, чтобы мы запросили необходимые документы в соответствующих департаментах, если это необходимость будет, и поднять наши документы, переписки здесь, в администрации. А сейчас, с чем всплывут вопросы? Не знаем. Буквально позвонили час назад и сказали о том, что необходимо администрацию заслушать. Светлана Борисовна, кто звонил? Ну, позвонили мне в Вознесенску, в сельское поселение, по просьбе Сергея Николаевича, чтобы мы включили. Мы включили. Это по просьбе Совета депутатов Вознесенску. Мы думали, может, вы какую-то информацию нам даете? Нет, нет. Вопрос о том, что... Нет, почему? Мы дадим информацию. Насколько я могу, я дам сейчас информацию. Мне хотелось бы заслушать администрацию по этому вопросу. Потому что прошел уже год, жители подходят, жители... Я думаю, так же и у вашего поселения, да, Татьяна Анатольевна? И информации абсолютно никто никакой не знает. То есть, ни в газетах, ни в соцсетях. Вообще, что касаемо... Все видели, что на сайте «Газпром», то есть, есть программа, где якобы существующая, да, на данный момент для жителей. 22-й, 25-й год, должны в этих населенных пунктах, перечисленных, уже работать газовые котлы в этих домах. Многие построили, приехали здания уже сюда, да, там кто-то уже что-то готовится как-то. Но до сих пор пока тишина. И вот хотелось бы, что какие работы вот именно от администрации проведены. Вы должны заслушать своими словами. Прошел год. Надо готовить к такому вопросу. Не-не-не, готовить, не вопрос. Не вопрос. Нет, своими словами. Вот так. Мы сейчас доведем информацию, но вот от Сергея Николаевича, я первое слышу, кто кому обещал, если вы в Вознесенском сельском поселении кому-то обещали, так вы и ответьте за свои обещания. Мы на протяжении всего года, ни от меня, ни от сотрудников конкретных информации, в том числе и в моем докладе, когда я избирался, не было таких обещаний. Поэтому мы сейчас доведем информацию, которая у нас есть официальная. Сергей Владимирович. Татьяна Анатольевна, нет, Татьяна Анатольевна, вопрос включен в повестку. Татьяна Анатольевна, вопрос включен в повестку. Вы нам ничего не объяснили, что это ваша инициатива. В Вознесенском селе нет. В любом случае, ко всему нужна подготовка. Сегодня какой-то спонтанный разговор. Это не тот случай. Я считаю, тот. Не тот. А я считаю, что вообще каждый совет, вот эти злободневные вопросы, администрация должна говорить о том, какие шаги сделаны. У нас газификация вот этих, допустим, населенных пунктов, Воскресенская, Вознесенская страна, злободневный вопрос. В Савине вода, ни в какую, никуда, вот в этих домах. И второе, я считаю, третий вопрос, это то, что все канализации до сих пор сливаются там в поле. И вот по этим трем вопросам, я думаю, нужно спрашивать и отвечать хотя бы каждый совет. Татьяна Анатольевна. Почему вы на второе место ставите? Давайте сначала повестку отработаем. Знаете почему? Сейчас я поясню, почему сейчас. Хорошо, сейчас поясню. Сейчас мы принимаем проект бюджета. Каждый год в проекте, ну, в бюджет, мы вносим там в районе двух миллионов рублей. На всякий случай, да. На всякий случай, но каждый год этот случай, что-то не происходит. Ну, есть соглашение. Вот как-то, он не происходит, этот случай. Соглашение из на уровне области. Какое? Какое соглашение? А вот и поясните, пожалуйста, поясните, пожалуйста, поясните, пожалуйста. А я, Татьяна Анатольевна, не к вам обращаюсь, а обращаюсь вот к администрации. Давайте, Ольга Геннадьевна, доложите, пожалуйста, то, что у нас информация какая есть. Мы каждый год подаем заявки в департамент на отбор вот этих заявок. Какой департамент? В департамент строительства. На отбор заявок. На отбор заявок, да. И вот это сфинансирование, это обязательное условие для этого. И каждый год что у нас происходит? То есть, ну еще раз конкретно. Пока не отобрали. А, пока не отобрали. Получается что? Что работы между администрацией, то есть вот эта сама программа, о чем говорится, сама программа, подписанная Миллером и губернатором, я ее сегодня видел своими глазами. В этой программе прописаны конкретно четко все обязательства. Все обязательства администрации района и обязательства непосредственно межрегион газа. Вот. В наши обязательства, вот то, что мы там вкладываем, кто видел в этом, в проекте бюджета, вот то, что мы там по 500 тысяч на каждую ветку по софинансированию газопровода. Ну, а то, что там какой-то, значит, документальный документ, да, у нас какие-то там проектирования, там, то есть вот эти вот 887 тысяч. Вот эти обязательства, они там не нужны. Там нет их в программе. Абсолютно. И ситуация, я считаю, администрация нашей Саенской вообще не владеет. Что Мазалов-то хоть сказал? Что Мазалов сказал? В первую очередь, Саенский район является задолжником по газу. 66 миллионов рублей. Из них 33 920 это теплосервис, которого сейчас уже банкрот. И 29 127 теплоэнергетик. Это вот основные 64 миллиона. Тоже банкрот. Банкроты. Эти деньги висят. Единственное, что сейчас у нас вот этот КЭС, который сейчас существует, вполне нормальный. Это текущие там около 5 миллионов, как бы, ну, текущие вот эти вот расходы. То есть они постоянно, как бы, ну, там, с осени, ну, постоянно вкидываются. То есть это нормально. Вот. Дальше. То есть вот этот вопрос Савина не идет никак по решению вот этих вот финансовых обязательств до сих пор. То есть это должен быть какой-то контакт. Сергей Николаевич, Сергей Николаевич. Я сейчас, разрешите, Сергей Владимирович, я скажу, вот, закончу, а потом вы поясните. Меня этот вопрос, как бы, очень сильно касается. Вот. Дальше. А какие обязательства должны выполнить, помимо вот этого, да? Какие обязательства у нас от администрации Савинского района? Значит, газопровод, новинки, вознесение мы должны будем построить к 25-му году, к 24-му. Две котельные, это муниципальные здания. Я так понимаю, это школа, детский садик. Это у нашу сторону. В вашу сторону горячего 5 котельных. То есть работа должна вестись с департаментом строительства, потому что 30 таких наверняка нет. Но это наши обязательства. Я их видел, конкретно они прописаны. И обязательства по поводу доведения непосредственно до населения. До населения. Сейчас я скажу, значит, по газопровод, новинки. У нас 866 домовладений, горяческую сторону 918 домовладений. И третий газопровод, это ветка от Куземкина до Растилкова, 197 домовладений. Из них к 25-му году должны 80% быть готовы к подключению газа. То есть межпоселковые вот эти газопроводы делают Газпром вплоть до границы с домом. А вот эти дома уже, соответственно, 80% должны быть готовы принять этот газ. То есть это где-то, ну, скажем, сам проект. Вот для дома, для просимкого дома сам проект. Газовая труба, работы и плюс там по минимуму брать газовая плита. Это где-то в районе 70 тысяч. Но жители должны знать об этом и быть готовы уже к 24-му году, к 25-му. То есть они свои обязательства не отказывают от своих обязательств. Но взаимодействия никакого нет. С кем? С нашей администрацией. У кого? А какое должно быть? Скажите. А вот вы узнаете о следующей неделе. На следующей неделе была ассоциированная, значит, соответственно, уже сегодня. Ну, по встрече глав, значит, районов с губернатором по поводу доведения того, что абсолютно никакой информации, никаких дел не происходит, никаких работ не происходит. То есть на следующей неделе у вас там будет, соответственно, как-то вам доведут, какие-то работы будут проходить. Сергей Николаевич, вот когда нам официально доведут, мы бы могли довезти до депутатов. Да нет. Дело в том, что от вас ждут каких-то действий, а мы ждем от вас. Сергей Николаевич. Понимаете, от вас уже год прошел. Сергей Николаевич, найдите 62 миллиона, которые... Так, значит, по этому поводу, значит, какие предложения, значит, у них вот сейчас конкретный по... Ну, в распоряжении, значит, Саинского района существует 46 километров газопровода. Этот газопровод хотя бы там как бы, ну, можно передать, как бы взаимопродать. Нет. Нет, это нужно подготовить, документацию. Я не могу сейчас точно, извините, ну, как бы, я своими словами хочу объяснить. Своими словами разрешите, да? Вот. То есть непосредственно вот то, что мы закладываем деньги, вот эти вот в бюджет, можно вот эти 46 километров документации, то есть подготовить охраняемая зона этих 46 километров, значит, и прочие документы, чтобы они были готовы, ну, к продаже или к передаче, там, вот этих именно 46, как бы взаимозачет, вот этих долгов, хотя бы так. Но взаимодействие должно быть. Взаимодействие непосредственно с межрегионом газом и администрацией должна работать. Говорят, и все внимание они, как бы, обращают, вот, допустим, там, на Пучевский район, на другие районы. Нина Савинский, то есть нет абсолютно ничего, от нас никаких действий. Все, Сергей Николаевич? Все. Давайте, уважаемые, я поясню. Значит, во-первых, вся задолженность, которая образовалась, действительно, она соответствует действительностью, образовалась за десятки лет. Два предприятия, которые были названы, они сейчас банкроты, то есть пошли по пути для того, чтобы, действительно, здесь у нас в районе не висел долг. Соответственно, Газпром, регион ГАЗ, он является коммерческой структурой, которой необходимо получить любыми путями денежные средства. Взаимодействия с Сергеем Владимировичем у нас имеются. Значит, у нас был ВКС вместе с ним. Предложения поступали, в том числе, по погашению задолженности. Но так как, значит, наши предприятия были в стадии банкротства, то есть предложение, оно не было, значит, приемлемо для нас. Это первое. Значит, следующий момент. О вопросу компетентности и получения информации. У нас есть правительство Ивановской области, где по всем документам и по всем инструкциям мы действуем непосредственно и взаимодействуем с правительством Ивановской области. Все официальные документы, которые поступают, на они отрабатываются. И претензий на сегодняшний день к тому, что мы не выполнили какие-то условия, к нам нет. Спасибо. Сергей Владимирович, это длится уже, наверное, лет 12, я помню. Здесь сколько обещается, 13 газ в эти населенные пункты. И люди устали верить, чего-то, как-то, где-то слышать. Вы хотя бы хорошо на совете довели этот вопрос. Ну хотя бы пишите в газете, что ли, какие конкретные. Или там в соцсетях. Вы же пишите в соцсетях, напишите эти вопросы. Ответы, то есть, что у вас как-то люди, чтобы знали. Потому что люди подходят, люди спрашивают постоянно. Спрашивают с депутатов. Ну, Сергей Николаевич, смотрите. Если была бы положительная информация, конечно, мы бы довели. Но я больше скажу, что пусть это было перед выборами. Пусть это было перед выборами, значит, 17 сентября. Я встречался активно с жителями, отсчитывался о своей работе. В том числе задавались вопросы и по газификации, в том числе и по перераспределению наших денежных средств. Значит, почему мы их перераспределили. Я половину района и жителям, в том числе и в Аграфинино, и в Вознесенском, и в Воскресенском, значит, поселении доводил эту информацию. То есть, на сегодняшний день, чтобы... Устно. Устно с двумя-тремя лицами. Ну, понимаете. Больше 15 человек. У меня такой вопрос. А вы сами в Мазалов были? Мы с ним по ВКС общаемся. А вообще сами? Лично за год? Нет, лично у него не было. В этом году дважды встречался. Что вам конкретно при встрече Мазалов говорит в отношении газификации? Или он говорит, что Саимский район вообще... Так не было уже встречи, Татьяна Анатольевна. Ну, пусть он вот так вот говорит. Ну, как вот он говорит, значит, пусть говорит так. Но он что-то говорит вам конкретно, что будет решаться вопрос какой-то по газификации Саимского района. И на каких условиях? Вроде бы условий никаких до вашего вступления при Николая Николаевича таких не было. Я потому что активное участие в этом принимала. Все-таки 35 миллионов потрачено на проектно-смертную документацию. Сделано все межевание. Сделана очень укромная работа. То есть, практически обговорено все до деталей. И у нас должно было это начинаться действительно с 22-го года. Теперь перенесли на 24-е, чтобы к 25-м подготовиться. Вот надо сегодня говорить не о том, что вы с народом говорите. А меня интересует. А что ж вам при встрече, говорит Мазалов. Вот какой причине нас отодвигают, отодвигают. Я знаю такие моменты, когда к одному дому тянут газ при мохнатой руке за большие миллиарды. Здесь, например, к нам, Саимский район и в Вознесенскую сторону, и в нашу. Если вот так вот стоят дела, шли и к 25-му, год у нас не будет. Не будет. Тогда это, ну как сказать, может быть сегодня, на сегодняшний день, вот я свое высказываю мнение. Вот поставленный вопрос, я не знаю, как мы его поставим на голосование, и вообще, какой он несет суть. Мне вот это непонятно, почему его включили, и что мы будем сейчас голосовать, против чего. А мы не голосуем сейчас. В данной ситуации, ну это в прочих тогда, нам мы должны отработать, мы потому что законники, мы сегодня не в границе. Надя Анатольевна, а вот именно мы принимаем проект бюджета, что вносить в проект, понимаете, там четко написано. Мы опять заредактируем сумму. Там четко написано же, четко написано. А софинансирование газопровода, 500 тысяч, какие, они не нужны эти софинансирования. Сейчас по новой программе, там же Путин даже по телевизору сказал, что по новой программе они доводят по границе. С Мазаловым, это самое главное. А никто ничего не знает, Татьяна Анатольевна. Да, кто-то с тем поговорил. Вот этот вопрос, конечно, вот мне очень интересно, какую систему выставил для Сайенского района, например, Мазалова. Ну смотрите, вот когда предъявляли претензии к Сайенскому муниципальному району, это первое о том, что действительно 60 с лишним миллионов задолженность. И ее необходимо, это поднималось, и я вспоминаю Николая Николаевич, когда у нас очередной отопительный сезон начинался, какие проблемы были с пуском газа. И ко мне то же самое. Были вопросы, как мы будем, допустим, гасить задолженность. Ну, естественно, при мне уже начиналась процедура банкротства, это было запущено для того, чтобы действительно освободиться от долга. То есть это один из способов... Куда ушли деньги? Вопросы. Куда ушли деньги? Люди заплатили за этот газ, а 66 миллионов... А куда-то они где-то были же. Да это долги населения. Да где они, долги-то? По населению сходится, что заплатили. Дело в том, что у вас получается какая ситуация, да, вот смотрите, да, в сентябре месяце ваш зам как раз на городском совете Матвиенко, да, отчитывался. Ну вот, приходится теперь им готовиться и отчитываться, да, реально, не как раньше, а реально, да, по поводу отопления и всего остального. Почему оно не запускало, установлено, почему детские сады у нас без отопления были, да, дети в холоде ходили. И вот он такую вещь сказал, да, я его еще переспросил, он говорит, за прошлый год у новой организации, да, хоть ты, Сергей, сейчас сказал, 5 миллионов, но там сумма другая. Ну, получалось. Накопился долг опять такой же. Я ему сказал, говорю, не получится ли так, как с предыдущей теплоснабжающей организацией, да, что накопится за 2-3 года долг и они свалят. Это так и будет, 100%. Что там 2-3-4 года, долги накопятся, ребят свалят, и опять новое банкротство, и еще будет не 60, а 100 миллионов уже долгов, которые будут висеть на районе. Почему на районе? Ну, претензии, 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 да, кранца про району построить, кому же. Именно по долгам, которые, как бы говорится, что население должно, да, как получается так, что при долгах 60 миллионов рублей, да, накопившись за несколько лет, там, 10 лет, да, сидели одно и то же руководство там, теплосервис, да, одни и те же люди, и все это проблемы никак не решалось. Каждый год гарантийное письмо давало администрации, что да, долги погасим Дайте нам газ Газпром давал газ На следующий год мы на пятерку больше накопили, а на десятку Мы вам все погасим Каждый год одно и то же Эта проблема не одного года и не прошлого И я так думаю, это мое личное мнение Что эта проблема будет копиться и дальше И с КЭСом начнет она дальше копиться И в следующем году еще больше долг будет И КЭС будет гарантий давать, что это все у нас сделается Все будет хорошо, что мы там потихонечку это решим А по факту из-за этих долгов, которые образовываются Не только, да, населением плохо платят, я согласен Я знаю, что есть такие товарищи, которые сотни тысяч долгов за отопление имеют Но с ними никто не хочет работать И нас почему-то все жалеют Он бедолага, он опьянится А из-за них район, вот из-за этих долгов накопишься, да? Из-за людей, которые некомпетентные сидели, директора Да-да-да, сюда не тянут Район газ без газа То, что газ-то нужно, согласитесь, это однозначно нужно То есть в эту программу вступать У нас на сегодняшний день, вы правильно сказали Вы видели этот план газификации, который утвержден Вы же сами только вначале сказали Миллером, руководством Газпрома И губернатором И там есть, значит, план газификации Он уже есть, да, действительно Мы стоим там в 23-25 год У нас в 25-м году уже должен гореть газ А вот если он не загорится в 25-м году Что, как, вот как вы видите эту ситуацию Они скажут, мы свои обязательства Ради бога, мы готовы А скажут, что на администрацию Скажут, ну вот это не готово Ну и все, и так пройдет, поговорили, и все У нас, Наталья Анатольевна У нас, что департамент сказал по поводу закладки денег Которые мы закладываем И кто будет, значит, осуществлять Разработку проектно-сметной документации И так далее Подождите, и так далее Кто? Нет Газпром То есть А на что именно, а на что именно-то? Сергей Николаевич, они вообще А на что именно? Сергей Николаевич Что вот конкретно Обязательства администрации Только по котельным муниципальным Там не надо закладывать администрации Не требуется то, что мы закладывали Это писали на софинансирование газопроводов И на проектно-сметную Это все делают они Если бы вы как бы до этого бы сказали А мы в том году заложили В этом сейчас заклад Это не надо Это все делают они Я вам еще это видел своими глазами Нужно сделать 7 котельных И довести до населения Довести до населения Чтоб население было готово К 24-25 году Сергей Николаевич Сергей Николаевич И все Сергей Николаевич Давайте, знаете Я вот предлагаю Знаете, на самом деле Как решить Во-первых, сегодня много очень вопросов 29 вопросов Сидим Мы можем об этом, в принципе Два дня разговаривать Давайте на следующий месяц На следующий с Алисой Слава Борисовна Да, внесите, пожалуйста Вот этот протокол И людей подготовленных надо А не плавающих Кого не поднимают Сидит в лодке И никого не поднимают Нам должны от зубов Отскакивать Пригласить Сейчас что у нас идет Просто Понимаете, вся проблема Знаете в чем Вот я сто процентов знаю Вся проблема Что Газпром Это не же регион газ И является газовым монополистом И они могут Любые абсурдные требования Любые абсурдные вещи Вот я подытожу Уважаемые депутаты Все-таки Я бы хотел Чтобы на следующие советы И каждые последующие советы Вот этот вопрос там В разном Или где-то поднимался И мы четко обговаривали Вот этот вопрос Газификации На будущее Газификации Сайенского района Вот этих двух Трех газопроводов Оказывается Вот То есть возражений нет? Нет, конечно Нет Все, тогда переходим К третьему вопросу К третьему вопросу К третьему вопросу Продолжение следует...